Дорогие друзья, еще раз здравствуйте! За то, что во время этой передачи она посылает вам любовь и исцеление. И поэтому слушайте передачу, расширяйте свое сознание и исцеляйтесь. А сегодня тема у нас действительно невероятная, но очень очевидна. Говорить мы будем про пирамиды Тибета, про тайный пирамид, про Шамбалу, про генофонд человечества. И я уверена, что кто-то слышал, кто-то нет, кто-то может услышать первый раз. Но всем это будет интересно. Ну слово Шамбала, наверное, многие слышали, даже я. И все время хочется спросить, где же этот вход в Шамбалу, в эту эзотерическую область, которую можно получить. Ну многие считают, что это вход в рай, там вообще находится, наверное, не совсем так. Так вот все-таки, то есть Шамбала есть вообще, да, и как-то можно туда попасть или нет? Ну, то, о чем я буду говорить, потому что я буду использовать информацию Блаватской немножко и одного человека, который из России сделал потрясающую экспедицию, Эрнст Мулдашев. И в соответствии с его теорией она существует. Вообще это таинственный город света или город богов, который называется. И вот существует ли он или нет, и где он находится, вызывало вопросы последние, во всяком случае, несколько сотен лет. То, что мы знаем, да? То есть оно вызывало вопросы, наверное, тысячелетия, но мы слышали об этом только последние сотни лет, может быть. А вот Гитлеру удалось все-таки вместе с Анонервисом. Ну вот давайте вот об этом поговорить, да? То есть начнем с того, что даже Великая Просвещенная, Елена Блаватская, верила, что Шамбала существует и находится она где-то на Тибете. Так же сам и думал Рерих. И некоторые тибетские ламы говорят о том, что все-таки нету Шамбала, это только духовное понятие. То есть это состояние, которое ты можешь постичь в состоянии Самадхи или Самати, да? А вот картины Рериха в основном посвящены изображениям гор, да? Я не видела много картин, но те, что я видела, это все было про горы. И вот даже у Цветаева есть интересное стихотворение, очень тяжелое, то есть как-то я вообще не очень в поэмах, в поэзии разбираюсь. Но я вот прошла, я прочла эту поэму, поэму просто потому, что был референс к этому в книжке, да? И поэма называется, поэма «Горы», так она и называется. И суть этой поэмы говорит о том, что гора думает. То есть думающие горы. Йоги также говорят, что человеческое мышление в этом мире – это треугольное мышление. И вот запомните форму треугольника, очень важно, потому что к ней мы еще вернемся несколько раз в этой передаче. А горы, ну я бы даже сказала, не совсем горы, как пирамиды, это треугольники. И Рерих тоже предположил, что человечество возникло на Тибете. Поэтому вот это то, как древние, это люди просвещенные, да, к этому относились. Очень серьезно к этому подошел и Гитлер, о том, что ты говорил, да? Да, да, Иоанна Нербы, секретная служба, которая экспедиция была с этой службы отправлена на Тибет, туда в поисках Шамбалы. И по некоторым данным что-то было, потому что был секретный доклад, насколько я знаю, который исчез, и почему-то данных о нем больше нет, о чем-то они отчитались. И там судьба уже была невеселая у участников этой экспедиции, дальнейшая. В общем, есть мысли в отношении того, что куда-то дошли. Да, то есть где-то, вроде идет, есть информация о том, что они не только куда-то дошли, но также и принесли что-то оттуда. То есть принесли какую-то информацию, и даже есть информация о том, что вроде бы они создали летающие тарелки. И не только. И не только, то есть какие-то машины, которые... Я вот слышал информацию, буквально в последнее время не занимался об этом, услышал о том, что там дали, в общем, ключи входа внутрь земли, там в Шамбале, и Гитлеру удалось скрыться именно там, со стороны Северного полюса, по-моему, там шла речь об этом. Или Антарктида, вот я вот не помню. И вход в область внутри земли, где скрывались высшие бонзы нацистов, в том числе и сам Гитлер, и уже на подводной лодке, и оттуда потом он попал в Аргентину, и там в скорости. Потом уже не в скорости, а через какое-то время скончался, то есть все это была инсценировка с сожжением трупа и прочее. Но вот это завязано все как бы с Шамбалой, вот то, что слышал, то и говорю. Не знаю, действительно попал ли он в Бразилию, или куда он там попал, через Шамбалу, это неизвестно, но о том, что, в принципе, вроде бы они действительно привезли с этой экспедиции какую-то информацию, и получили сведения, и начали работать над конструкцией летательных аппаратов, но они не оценили самого главного, что принцип Вселенной, это принцип все-таки добра, а не зла. То есть это принцип созидания, а не разрушения. И вот мне кажется, я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь или нет, о том, что во время Второй мировой войны нам, в смысле, советской стороне, помогали инопланетяне. Я слышал о том, что во время Курской битвы видели объекты. Видели объекты инопланетянам. Может быть, это связано именно с этим, о том, что все-таки они получили ту информацию, которую человечеству было рано получать. И эта информация именно у Гитлера была конкретной, конкретно для чего он ее использовал во имя зла, да, то есть покорить мир и править миром. И уничтожить корневую нацию одновременно, евреев уничтожить. Ну да, но как бы, ну, ну, если он шизик был, так что мы можем сделать, да, с этим, да? Ну, это была миссия определенная, это была его определенная миссия, какая она уже, это, другой вопрос, но вполне. И, кстати, там же интересно, со свастикой, это же известный индийский знак, который просто перекручены были вот эти лучи в обратную сторону, и он стал антиэволюционным. Ну да, то есть, получается, вообще Гитлер был сильным эзотериком, то есть, или он был сам эзотериком, во всяком случае, он в это верил и шел в этом направлении. Только использовать их собирался не для света, а для тьмы, да? Иначе не было бы таких успехов на вот этом начальном или даже неначальном этапе такой власти и так далее. Может быть, может быть, но тем не менее, если мы подойдем к этому, то есть я не оправдываю, вы же понимаете, точно не оправдываю Гитлера, но просто я хочу, мы говорили в нескольких передачах о добре и зле, и о том, что со вселенского взгляда на жизнь добро и зло все равно пришло от Бога, да? Конечно, да, контрасты. И Гитлер тоже не просто так, Гитлер и Сталин и все вот эти негативные правители, да, которые не просто так появились. Поэтому, ну, может быть, и есть такой вариант, что он все-таки через Шамбалу каким-то образом ушел. Если он был послан с миссией, пусть и плохой миссией, пусть и тяжелой миссией для человечества. Ну, человечество на тот момент заслужило такого, заслужило, случайностей же не было, заслужило такого правителя, мир к этому пришел. Для чего-то это нужно было, может быть, эта катастрофа предотвратила наиболее, больше, более сильную катастрофу. Скорее всего. Мы же даже не знаем, может быть, нам все предсказывали, да, все катастрофы 2000 года и так далее, может, именно война предотвратила... Вполне может быть. Я об этом тоже не думала, мне только что информация пришла, но, в принципе, все может быть, мы не знаем. Мы же всегда знаем, что какие-то мелкие проблемы, мелкие неудачи, то, что мы называем несчастьями, очень часто предотвращают более крупные несчастья. Ну да, мы уже о другом сейчас говорим, но в предсказаниях Нострадамуса как будто бы есть упоминание о Гитлере, только там одна буква, там по-другому он называл этого правителя, вроде бы в Катренах есть. Ну, и так вернемся к Тибету, то есть мы знаем о том, что на Тибет постоянно организуются экспедиции, и большинство почему-то возвращается с ни с чем, но, тем не менее, до 20 века, конца 20 века вообще туда экспедиции, это была чисто запретная зона, и по верованиям буддистов и индуистов там живут боги. И вот эта великая гора, что мы называем сейчас горой, Кайлас, это там, где живет Шива по индуизму, да? Я хочу рассказать немножко, может быть, кто-то и слышал, есть такой, Эрнст Мулдашев, потому что очень много информации я буду рассказывать по его книжкам, которые он сделал на основе своих экспедиций. Это очень интересно, потому что он доктор медицинских наук, профессор, директор Всероссийского центра глазной хирургии. Также он родоначальник регенеративной хирургии по выращиванию человеческих тканей. Он изобрел такое очень интересное, я не знаю, вещество, которое помогает трансплантации глаза. Это называется аллоплант. Его за это чуть ли не выгнали, ну, его просто хулили очень сильно, потому что этот аллоплант сделан из мертвых человеческих тканей. Но именно на основании вот этого, что он смог это сделать, он сделал первую операцию по пересадке глаза. И когда у него это получилось, и когда он получил это вещество, он на самом деле, я думаю, что он больше поверил в Бога. Потому что он понял, что, ну, просто так это не могло возникнуть. И именно, а так как он и так путешественник, очень, как мы понимаем, даже по всем его регалиям, очень неглупый человек, да, то есть, типа, и я так понимаю, что он начал искать, что же такое Бог, и где же это все существует. И именно благодаря этому он сделал несколько экспедиций на Тибет, и сделал очень интересные открытия, и выдвинул интересные гипотезы. Но нужно заметить именно о том, что если мы, он все-таки занимается глазами, да, а с глазами у нас связано зрение. Ну да. И вот очень есть такое высказывание, многие люди приходят, смотрят, смотрят, а некоторые люди приходят и видят. Вот почему же какие-то люди приходили на Тибет, и у них даже и видели те же самые съемки, и видели те же самые горы, но у них не возникло ничего. А вот этот человек, Энст Молдашев, просто в какой-то момент пришел и увидел то, чего многие не видели. Но вообще с видением, даже не со зрением, да, наверное, у каждого из нас есть интересные эпизоды. Я просто хочу отвлечься от этого, потому что это важно, потому что потом можно сказать, ну, хорошо, почему ему это открылось, а вот другие люди более и покруче ничего не увидели. Ну, во-первых, мы понимаем, что всему свое время. То есть, во-вторых, каждому человеку суждено, есть какая-то судьба, что ему суждено, а другому не суждено. И, наверное, Энст Молдашев, хоть он и думает, что ему это приходит информация, то есть, что он получает эту информацию путем думания, потому что в книге у него постоянно «я вот думаю, у меня мозговая атака, там у меня взрываются мозги», тем не менее, я думаю, что большинство этой информации он просто получает, как все ученые получают информацию из высшего мира, потому что, наверное, именно ему, у него не было никаких, как это называется, у него не было выгод для этого, то есть, ему не нужно было ни звания, ни деньги, он это делал чисто из научных побуждений. И, может быть, поэтому ему открылось что-то, чего другим не открывалось. А так как он все-таки хирург, и хирург глазной хирургии, то есть, там очень мельчайшие вещи, то есть, он может видеть то, чего многие не видят. Я просто очень интересно, на прошлой неделе хотела купить себе черри, этот вот, вишневое варенье, это просто вот прозрение, пишется «карнел» по-английски. Я думаю, почему они вишневое варенье назвали «карнел», это явно не так. Дальше внизу написано, этот, а «карнел» это у нас что? «Карнел» это не вишневое. Не вишневое. Там написано… Или «айвайль», или «кизил». «Кизил». Написано «кизиловое варенье». Я читаю, я четко пришла покупать вишневое. Я себе решила, что это вишневое. Это насчет зрения. И я говорю, я себе пять раз как минимум прочитала «вишневое варенье», там написано «кизиловое». Когда я его открыла, я думаю, блин, ну здесь же написано «кизиловое», а я читаю «вишневое». Вот это как мы себя сами программируем, и то, что мы хотим увидеть, то мы видим. А может быть, если бы вы очень сильно верили, то там все равно оказалось бы «вишневое». Может быть, я надеюсь. Может, если бы я еще там немножко помогичила, да, немножко, может, там все-таки оно бы «вишневое» превратился. Но просто, наверное, может быть, при подготовке к этой передаче мне именно показали еще раз, что такое смотреть и что такое видеть. И поэтому я именно говорю о том, что вот эти книги Эрнста Молдашева, очень много чего мне, ну как бы не совпадает с моим зрением на это и с моим чувствованием, но тем не менее много чего совпадает. То есть ему удалось увидеть то, что не удалось увидеть многим. А вот скажите, да-да, я слушаю вас. Да-да, нет, говорите. Я вот о другом, я просто вспомнил одну интересную вещь. Мне рассказывал один человек, женщина, которой я доверяю тоже, она связана с духовными практиками, и вот у нее была информация, такая сенсационная вообще, но я решился все-таки ее озвучить, у нас же программа… Неочевидная, но вероятная. Да, в общем, да. И вот действительно это вот как раз и о неочевидном, и о невероятном. Так вот, по ее словам информация такого рода была. Когда мы говорим о Рерихе, мы знаем, что он путешествовал в Шамбалу, и по некоторым данным, ну и на самом деле по его же словам, это удалось делать в конце концов. Был он в Шамбале, там целый ряд картин о Тибете, о Шамбале. Так вот, его в Шамбалу, оказывается, вот как раз в те годы, когда стоял вопрос о том, что же будет происходить дальше с Россией, его в Шамбалу послал, в общем, тот самый человек, о котором у многих противоречивые совершенно мнения, хотя в основном отрицательные, Распутин. Распутин послал в Шамбалу Рериха, и там, ну, шла речь о том, что можно изменить судьбу России, но была снежная буря, и буквально на день не удалось в окне возможности зайти в Шамбалу, и поэтому все так вот сложилось в России, как сложилось. В тот момент не попал, да. Не попал он в Шамбалу, значит, наверное... Вот и сложилось все так, как сложилось, хотя какая-то возможность была, но вот не получилось. Ну, значит, ее не было. Ну, на самом высоком уровне, значит, не было. Хотя мы не знаем, как там в поле вероятности все происходит, мне об этом сложно. Ну, мы же не знаем, ведь поле вероятности меняется каждую секунду, поэтому какая-то мысль, которая помешала? Возможно, да. Большинство мыслей каких-то человеческих наших помешало этому... Ну вот, а вот Распутин выходит, ну, информация такая, то есть вот пытался... То есть Аерих нигде об этом не писал, да? Ну, насколько я знаю, нет, я не так глубоко все это изучал, но вот пришла такая информация из высоких источников о том, что именно Распутин туда его пытался направить. Ну, мы же знаем, что... Ты же понимаешь, что нам вся информация, которую нам дают, кормят, которая нас и про Распутина, и про царскую семью, и про все-все-все. Несколько отличается от реальности. Отличается от реальности. Это взгляд человеческий, который нужно было навязать нам, для того, чтобы мы были такие, как мы были. Ну, да, это окей, мы не к этому, да. Все может быть, конечно, но я думаю, что все-таки ему... Я так понимаю, он не зашел в Шамбалу, и все-таки ему, значит, не положено это было в этот момент сделать. Ну, вот чем же все-таки... На Земле очень много загадок, и мы об этом некоторых даже говорили, да. Но загадка района, не только горы Кайлас, но целого района Кайлас, наверное, самая непонятная. Но эта загадка нам, как западным людям, наверное, стала известна только вот в конце 20 века. Потому что, ну, мы даже не знали о существовании. Мы знали, что там где-то горы, там, Тибет и так далее. Но я думаю, что западные люди, которые были так далеки от духов, и так далеки от вот этих верованиям буддистов и так далее, вот так как мы совершенно другие, не знали этого. Но чем же она все-таки отличается, чем она такая странная? Ну, во-первых, никому не удалось взойти на самый верх Кайласа, хотя она не очень высокая. Вот у меня тоже вопрос, мне тоже об этом говорили, я не очень вникал. Может быть, все-таки не удалось, потому что разрешение никто не получил. Я думаю, при современных технологиях, неужели это совершенно не возможно? Ты имеешь в виду разрешение от правительства? От властей, да. Но, как они говорят, Кайлас не пускает. То есть есть такое понятие, Кайлас не пускает. Индусы и люди, которые верят в индуизм и в буддизм, они знают, что даже не стоит приближаться. То есть паломники обходят Кайлас. Вот я не знаю, знаешь, я не помню, как это называется, когда ты на четвереньках ползаешь, там, и сколько там, 108 раз вокруг храма. То есть, а представляете, на высоте вокруг. То есть это люди делают паломники, многие из них умирают. Вертолет? Да. Вертолет? Вертолет? Что вертолет? Ну, если уже очень хочется на вершину, есть же другие способы. Ну, наверное, в районе горлы Кайлас, и, кстати, в районе многих пирамид, существует интерференс. То есть у них приборы сбиваются, и об этом я тоже еще упомяну немножко попозже. То есть, наверное, вертолет бы просто упал. Раз они не пытаются, то есть какая-то причина, да? Очень много сведений о том, что в этом районе очень необычная энергетика, которая контролирует именно то, что туда нельзя подойти. Есть много случаев гибели людей. Ну, давайте возьмем. У нас еще пару минут до перерыва. Да, можем еще быстро принять звонок. Мы вас слушаем, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я слышала еще об одной, ну, как это назвать, стране, или как это по-другому можно назвать, гиперборея. И это, мол, как бы Россия продвигает эту идею, что вход в эту страну находится именно где-то в Западной Сибири, и туда переместились, я уже не помню, какое-то племя или что-то такое. В общем, короче говоря, это российское, так сказать, Российское Шамбала, да? Изобретение. Вот я хотела знать, ваше мнение, слышали ли что-нибудь вы об этом, и действительно ли могло это такое существовать? Спасибо. Спасибо. Мне кажется, что, насколько я поняла, что гиперборея, гиперборея и Атлантида, это одно и то же. Да, это название древней цивилизации. То есть название древней цивилизации. Это имело в виду беловодье. Беловодье, да. Вот мы об этом, кстати, в прошлый раз употребляли. Да, они говорили о том, что какая-то часть, там действительно есть какие-то святые места, и вот обо многих этих святых местах я расскажу или в этой передаче, как успеем, или в следующих. Мы сейчас... У нас осталось, да, буквально несколько, буквально полминуты до нашей информационной паузы, и, наверное, мы тогда более детально сможем поговорить. Не знаю, будем ли мы упоминать о гипербореи и беловодье, но сможем еще поговорить о Шамбале. Сможем, да? Сможем, конечно, абсолютно. Это то, о чем мы будем продолжать говорить. Я могу пока сказать, вот буквально еще тут несколько секунд, о том, что именно Шамбалы вообще... Начался мой интерес к эзотерике. Действие происходило где-то там в 70-х годах. Была какая-то на ксероксе сделана, это самая издатовская перепечатка, и там о Шамбале шла речь, поэтому для меня это вообще тема почти жизненно важная. Спасибо, оставайтесь с нами, скоро мы вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем программу неочевидная, но вероятная с Ниной Бастет. Хочу напомнить вам, что нам можно смело звонить в студию, в прямой эфир по номеру 847-400-5200. Пожалуйста, Нина. Еще я хотела до того, как начать, вернуться к нашей передаче, объявить еще раз, что сегодня в круге в 7 часов вечера будет встреча клуба «Я богиня». Это клуб, где женщины делятся своими секретами, наполняются женской мудростью и энергией и включают свою энергию богини. С темой сегодняшней встречи – миссия «Счастливая женщина» или «Как сделать женскую долю счастливой». Присоединяйтесь, дорогие женщины. Мой номер телефона, если вы хотите что-то узнать или зарегистрироваться, или можете просто прийти. Мой телефон 224-688-0155. 224-688-0155. Присоединяйтесь к нам сегодня в круге в 7 часов вечера. Ну, вернемся к Кайласу, к загадкам нашей Матушки-Земли, что у нас тут происходит, да. И мы остановились на том, что, в принципе, гора Кайлас не дает никому взойти на нее, не дает, то есть она сбрасывает людей. Многие, несколько экспедиций альпинистов, туда пытающиеся взойти, тем не менее, никогда не зашли. В 90-х годах 5 российских альпинистов совершили восхождение на Кайлас, они не дошли до вершины, но в течение следующих полтора-два года очень быстро состарились и умерли от различных болезней. Я слышала на Ютьюбе, какие-то тоже альпинисты недавно были буквально, но я не знаю, как недавно, может, в течение нескольких последних трех-четырех лет, они сказали, что чуть ли не несколько человек даже дотронулись до Кайласа, и у них на руках возникли волдыри какие-то, вот какая-то, я не знаю, как это называется. Даже дотрагиваться нельзя, а также, я же знаю, там до какой-то, или вообще подходить нельзя, только вокруг ходят. Ну, это связано с тем, кто идёт, как идёт, но самое главное, это вот о чём очень сильно говорит Молдашев постоянно, это с какими мыслями идут. И к мыслям мы ещё вернёмся, если вы помните, о мыслях мы говорим на каждой передаче. Контроль мыслей и ваши мысли о радости и счастье – это то, что, наверное, некоторых людей пропускает. Плюс там есть ещё один очень тонкий момент, который нашёл Молдашев. Я упомяну его сейчас, там существует, то есть Молдашев считает, не буду к этому ещё говорить, я ещё подожду, интрига, заинтригую, расскажу потом, пойду по дороге, по своему плану. Ещё по старым верованиям индейцев и буддистов, район горы Кайлас является местом, где люди уходят умирать. Они знают, что через этот район проходит энергетический столб, который соединяет Землю со Вселенной. И считается, что если человек там умрёт, то его душа очень быстро попадает на тот свет. И это называется долина скелетов, где очень много скелетов, то есть люди просто туда уходят, которые очень-очень в это верят, туда уходят просто умирать. Я помню, был фильм такой японский, «Легенда о Нараяме», там они в конце уходили тоже в горы. А, ну это вот старики, да, которые не хотят мешать молодым жить. То есть тоже очень интересная тоже тема, ужасная на самом деле, но тяжёлая. Но это не старики уходят, а просто те люди, которые собираются умереть. В Индии верят, что Кайлас – это живая гора. И мы уже говорили о том, что про то, что годы горы думают, даже и Рерих так считал, и Цветаева говорил о своём стихотворении. То есть в Индии верится, что Кайлас – это живая гора, связанная с Богом. Это гора, которая мыслит космическим разумом и является центром тантрических сил планеты. И именно эти тантрические силы планеты и руководят нами, людьми на Земле. Ну здесь мы, кстати, можем задать вопрос о том секретном правительстве, которое нами правит, да? То есть типа, откуда всё-таки мировое правительство? Где же оно всё-таки есть? Неужели там? Я бы, честно, сказала, что я так думаю. То есть просто другой вопрос – а что такое Шамбала? Мы к этому опять же вернёмся. И находится ли она здесь на физическом плане, или просто на другой планете, или где-то в другом измерении? Наверное, и на физическом, и на тонком. И на физическом, наверное, везде, да. Но тем не менее, я думаю, что именно оттуда и идёт, ну может быть, не прямое управление, но каким-то образом нам помогают, понимаешь, и делают то, что мы должны пройти, те уроки, которые земляне должны пройти. В этом же мире, раз есть такое, должна же дуальность отыграть, должна быть какая-то антишамбала тогда, наверное. А ты знаешь, есть, я забыла название этой страны, как бы есть так, вот именно с Гитлером было связано, там есть история, что то, кому он следовал, считало, что образовалось две страны. Одна Шамбала, другая, я не помню, как она называется. Если надо, я об этом расскажу. Но давай дальше пойдём. Я хочу просто рассказать о том, с чего у Мулдашева, потому что, ну действительно, произвёл на меня его взгляд на жизнь, и вот эта его экспедиция очень интересная, с чего у него начались вообще все эти экспедиции. Они решили просчитать глаза среднестатистического человека. И исследователь исследовали 35 раз, там есть книжка Ярко, и он описывает 35 раз человечество. По их расчётам, то есть они математики, то есть они всё это в компьютер математическим, обработали данные математическим путём, и все эти показатели пришлись на тибетскую расу. То есть они всё-таки считают, что так же, как и Рерих, что человечество из них пришло с Тибета. А как же в Африке вот эта вся история? Ну, мы уже в прошлый раз говорили, что, наверное, всё-таки легче почернеть, чем посветлеть. Да, ну как-то вычислили, что по ДНК вроде первые люди были из Африки. Ну, наверное, зависит от... Я думаю, что, наверное, просто было расселение людей в пяти местах. Помнишь, мы об этом тоже говорили? В соответствии с пяти энергиями. Но, тем не менее, я думаю, что он немножко говорит о тибетской расе как... Ну, немножко по-другому. То есть это не все расы пришли из одной из тибетской, а вот, может быть, верхние какие-то наши руководители, боги и так далее. Давайте вернёмся к этому. Также их исследования всё-таки показали, что от единого источника все люди произошли. Вот всё-таки, да, вот это к твоему вопросу. Но, не знаю, мы не говорим о том, что мы с ними согласны или не согласны. То есть мы сейчас... Я сейчас немножко рассказываю его теорию, его открытие, потому что есть интересный у него взгляд на жизнь. И вот когда он увидел глаза... А, и потом он спросил, у него друг ехал на Тибет, и он попросил там привезти что-то, я не помню. И он привёз фотографию глаз, которые нарисованы на всех монастырях и ступах на тибетских храмах. И у Молдаша возникла вопрос, почему они, что это за глаза и что они означают. И они опять же вставили эту информацию, эти глаз в компьютер. И самое интересное, что они получили, они получили изображение человека, носителя этих глаз. И человек оказался очень в странной внешности. То есть как бы у него есть определённые... Я на самом деле поставлю, наверное, на свой веб-сайт эти фотографии, потому что просто очень интересно. И после того, что вот эти вот они получили такие очень интересные данные, он образовал экспедицию на Тибет. И во время этой экспедиции, наверное, все уже слышали о том, что тибетцы не очень легко расстаются с информацией. То есть там было очень много информации скрыто. И, в принципе, и встречали российскую делегацию не очень хорошо вначале. Это было в 90-х годах. Именно тогда, когда, в принципе, уже начались новые русские, не очень интеллигентные люди, которые начали туда приезжать, покупать всё, что хотят за деньги, потому что появились у богатых людей деньги. То есть относились к ним не очень хорошо. Некоторые. Но, во всяком случае, даже если вроде бы улыбались и относились хорошо, потому что, ну как бы, просто потому что они более добрые люди, наверное, чем мы иногда. Но информацию не выдавали. И Молдашев очень интересно использовал этот рисунок. И когда он показывал рисунок этого человека, у них просто челюсть падала. То есть они говорили, это он. То есть всё время одно и то же в разных странах, при том они в разных, там буддисты, например, разные всякие, эти разные немножко отличаются друг от друга, вот эти буддистские направления тоже. И когда он спрашивал, кто он, то есть они начинали, когда видели изображение этого человека, и он объяснял, как он его получил, что это даже компьютерным путём, и они учёные, они хотят понять, кто это и что это, они открывались и начинали с ним по-другому разговаривать. То есть ему вот этот вот рисунок провёл, провёл по той информации, которая была закрыта многим тем, кто до него ездил, да, и когда он спрашивал, кто он, они все говорили, древний человек, сын Бога, тот, кто воссоздал человечество, живусь я сейчас на этой земле, и передал им знания, научил прогрессу и не дал погибнуть. То есть ещё что они очень интересную вещь говорили, эти монахи, ламы и все, с кем он встречался, это о том, что, йоги, на том, что на земле жила и живёт великая премия сынов богов, и живут они все в Шамбале. Это была его не первая экспедиция, Шамбал он поехал искать город богов потом, то есть это была просто тибетская экспедиция первая. Следующее, что он очень интересное, получил информацию, будучи в этой экспедиции, что существует такое послание богов, которое называется, я сейчас правильно попытаюсь произнести, соу-са-ых-эм, то есть пишется он с-о-э-ч-эм, с-о-х-эм, я бы произнесла. На каком языке? Ну, я так понимаю, по-английски пишется, по-английски пишется с-о-э-ч-эм, но произносится, как он написал, соу-са-ых-эм, и означает это реализуйтесь сами. Чем мне, как бы, очень сильно привлекло это, потому что везде, где я изучала, да, где-то древние религии всегда говорят о том, что что-то произошло с человечеством, и вот мы раньше имели доступ, не только человечество, вообще с теми, кто жил на земле, да, что раньше мы имели доступ к божественной информации, и нам его перекрыли, даже если мы можем так вот эти мусорные ДНК, которые вдруг отключились, что было же у нас 12 стринкс, и вдруг почему-то только два соединены. Ну да. То есть можно к этому немножко как-то... Десять уровней почему-то не востребованы. То есть как бы relate к этому. Скорее всего, конечно. Что вот это вот окончательное послание богов было реализуйтесь сами. То есть у нас отключили от информации, почему его очень интересное предположение, почему это произошло, я расскажу дальше. Что еще изучил он? Очень интересная у него гипотеза о генофонде человека. То есть ему было рассказано в этой экспедиции о состоянии самати или самадхи, как мы сейчас понимаем, что это такое. И если люди наши, которые слушатели, не знают, что такое состояние самадхи, это очень глубокая медитация, в течение которой тело как бы законсервируется, превращается в камень. И очень интересно, я всегда думала, ну зачем нужно медитировать в состоянии позе лотоса или ну почти лотоса, да, вот сидящая в позе лотоса. И я даже не помню, по-моему, не в книжке, но где-то я слышала недавно очень интересную информацию. Когда человек сидит в позе лотоса, он превращается как, ну сегодня мы назовем это гора, но в принципе это пирамида. То есть он как бы получает форму пирамиды и из этого получает намного больше энергии, чем если бы он лежал, потому что я люблю медитировать лёжа. Но думаю, ну теперь буду всё-таки медитировать сидя. Ну легко же заснуть лёжа, нет? Ну, а сидя что, нельзя заснуть? Ну сидя сложнее. Нет, вы скоро сможете в этом убедиться, как легко заснуть сидя. Понял, понял. Вот. То есть у него есть, притом, значит, по всему, вообще вот где он путешествовал, ему все говорили об этом состоянии самадхи, состоянии самати, как он называет, и он всё очень хотел попасть в эту пещеру, самати-пещеру, а они расположены по всей территории Тибета, и не он единственный хотел попасть в эту самати-пещеру. Китайцы очень много хотели попасть в эти самати-пещеры. Что же там находится в эти самати-пещеры? Так как Мулдашев тоже следовал теории Блаватской, он понимал, что в самати-пещерах находятся люди, он думал, двух цивилизаций, трёх, скорее всего, нашей цивилизации нету. То есть мы, Блаватская говорила о том, что мы пятая цивилизация, то есть или пятая раса, это не имеет краси политической, это раса человеческая раса. То есть мы пятая цивилизация. Первая была, это была такая, как вот сегодня мы бы назвали просто духи, потом эти духи всё больше... Тел не было физических. Да, тел не было физических, то есть они потом всё больше и больше уплотнялись. Вторая раса, это было ангелоподобные существа, то есть у них было что-то типа... Это не тело было, но было больше чего-то, да? Третья раса, это были лемурийцы огромного размера. Четвёртая раса, это уже были атланты. И мы пятая раса. Вот мы и есть арийская раса. То есть если Гитлер пытался в арийскую расу всё-таки считать там, типа он себе вывел теорию, что это только арийцы, это немцы, да? Ну да. То в принципе вся раса человеческая, ну, мы так будем надеяться, что вся раса человеческая. Хочется верить. Хочется верить, хотя может быть и не очень. Являет, наверное да, наверное все, является арийской расой. Так вот, в самате пещерах находится, как считает Мулдашев, и по тому, как его он исследовал, то, что ему отвечали, двух рас. То есть это лемурийцы и атланты. Для чего? Вот это очень интересно он сделал. Для чего? Потому что он сделал это на основании того, той информации, которую он получал атлам. Почему? Потому что они все говорили, что пришли боги, и они вот в эти самате тела вошли и начали учить человека, людей. То есть пятая раса существовала вместе с последними атлантами. И это было где-то 80 тысяч лет назад. Нет, 200, я извиняюсь, это где-то было, начинается с 200 тысяч лет назад. Потому что главные вот атлантические атланты, а Атлантида сама погибла вроде бы 800 или 700 тысяч лет назад, уже погибла. Но последние атланты вроде бы еще остались на земле. Вот это и есть те боги, которые учили пятую расу, как жить, и учили всему, чему они знали. То есть Молдашев считает, что в этих самате пещерах находятся законсервированные люди, которые являются генофондом человечества. То есть считается о том, что уже было, да, мы пятая раса, то есть четыре раза были катастрофы, в которых земля погибла. И благодаря вот этим генофонду человечества, то есть вот эти боги каким-то образом вселялись все тела, в те тела, которые были заморожены вот в этом каменном состоянии. То есть это человек, люди, которые не умерли, но и у них, что самое главное, то есть их душа не улетела просто, а они все-таки соединены, вот эти соединены со своим словом, через, не знаю, через что-то. То есть это не спячки глубокая, а анабиоза такого, да? Анабиоза, да, но душа свободна, но она не совсем свободна, потому что она все равно соединена вот этим... Ниточкой тачкалась, да. Ниточкой с телом. Попасть в эти Самати пещера пытались многие, то есть и всех, кто, все большинство тех, кто пытался попасть, вот особенно китайцы, когда они Тибет покорили, да, там типа, и они пытались туда зайти, и в основном погибали, то есть погибали, при том целые там группы людей, я не говорю про армии, но какие-то там целые, я не знаю, размеры, эти батальоны там или чего-то. То есть там серьезные защиты стоят? Там сидят защита барьер, то есть они называются как бы психоэнергетический барьер. И они говорят, что барьер этот наводится за счет энергии той души, которая находится в Самате пещерах, но тем не менее и вместе и Шамбалы. То есть оно все очень сильно соединено, и, то есть это люди, которые, в принципе, находятся на том свете, что мы называем, то есть в ином пространственно-временном измерении. То есть то, что мы называем тем светом, что мы не знаем, где это, что это, но, в принципе, это не так далеко, насколько я понимаю. А вот механизм действия барьера вот этого психа, на самом деле, Мулдашев сам на себе испытал. То есть он попал в одну из пещер, и ему сказали, что если ты... То есть сначала его начало... Я не помню, ему стало очень плохо, и он все шел-шел дальше до тех пор, пока он уже не понял, что сейчас он просто умрет. И он вышел. То есть если бы он сделал еще несколько шагов, там были определенные помещения, через которые он мог пройти, кто ему туда повел? Потому что он встречался с теми людьми, которые обслуживают эти пещеры. То есть у этих пещер есть обслуживающий персонал. То есть это посвященные люди. Посвященные в каком смысле? Им передаются эти знания из поколения в поколение. То есть это семейная традиция. То есть это охранники. Они знают точные дни, когда они настраиваются очень долго. То есть там очень долго идет медитация. И они чувствуют того, как они говорят, он должен тебе разрешить. То есть он это тот, кто, наверное, главная душа, находящаяся в этой пещере. Но вообще самое интересное о том, что скорее всего вот эти все пещеры связаны между собой с Шамбалой. Вот эти подземными ходами. Потому что они... То есть информация о том, что возле Кайласа, в районе горы Кайлас, существует так называемая город мертвых. Но город мертвых, это не тех мертвых, как мы привыкли считать мертвых, да, а именно вот эти город людей, находящихся в Самадхе, в Самадхе. Но это может быть не только в районе горы Кайлас, потому что все вот, оно все подземными соединениями вроде бы соединены. Итак, город мертвых, по мнению Мулдашева и нескольких других, и просвещенных людей, да, находится все-таки в районе города богов. Город богов находится все-таки в районе горы Кайлас. Очень интересно, как мы говорили о том, что смотрят и не видят. И Мулдашев уже как бы был, он уже исследовал районы египетских пирамид, то есть у него было очень много вопросов, у него было, на самом деле, по поводу пирамид, я, наверное, до того, когда иду до, все-таки расскажу об этом. То есть, когда он обследовал и глаза, и все, у них, у него возникли вопросы по поводу загадок вот всех этих странных монументов, которые есть на земле, и особенно пирамид. И они начали сделать по глобусу со своей всей командой расчеты. Я на самом деле не буду загружать вас расчетами и геометрией, и выложу эти фотографии, я вам сейчас там на веб-сайде, потому что веб-сайт называется www.holisticcenterofhealth.com, это мой веб-сайт информационный, ну, и вы можете нажать кнопку русский сайт, я туда выложу все фотографии. Если вы не знаете, как туда попасть, все-таки забудете, то ссылка есть на YouTube-канале нашего радио, и, кстати, если вы его будете слушать, и вам нравится моя передача, пожалуйста, поставьте лайки. Так вот, какое предположение все-таки сделал Молдашев по поводу своих расчетов? Они взяли глобус и начали запоминать, в смысле, смотреть самые странные точки земли. То есть это Кайлас, это египетские пирамиды, это Stonehenge, вернее, в Англии, у нас в Америке есть Башня Дьявола, Бермудский Треугольник, остров Пацхи, Гао, Сахара и Мексиканские пирамиды, и просчитали очень интересные расстояния. Расстояние от Кайласа до Северного полюса 6666 километров, расстояние от Египетских пирамид до Северного полюса 6666 километров, расстояние от Кайласа до Stonehenge 6666 километров, я могу продолжать, я выложу эти раскладки, и самое интересное, что высота горы Кайлас 6666 километров, метров, метров, I'm sorry, да, 6666 метров, еще что неинтересное, ну давайте возьмем вопрос, мы вас слушаем, здравствуйте, вы в эфире, у меня такой вопрос возник, вот почему столько много желающих туда попасть, если те, которые уже пытались, так плохо кончили, ну мало того, что они умерли, так они еще и постарели быстрее, чем было желательно, а почему так хочется попасть туда, куда не пускают? Спасибо. Ну, наверное, запретный плод сладок у нас есть, но тем не менее, я не думаю, что так много желающих, просто есть люди, которые, ну вот для них, для кого-то, я думаю, что именно почему с ними это происходило, потому что туда они пытались попасть, не по тем причинам, ну не по тем, желание у них было, эгоистическое желание добиться, доказать, а я смог и так далее, прославиться, прославиться, именно поэтому их сбрасывал Кайлас. Да, но может быть, те, кто шел туда с чистыми желаниями и добрались, просто мы об этом не знаем. Просто мы, может быть, все может быть, они могли не только добраться, но может нашли Шамбалу и там и остались. Да, конечно. Да, потому что нет, есть такое о том, что если очень чистый, ну просто в нашем обществе, в наше время очень мало людей с чистыми, вот с чистыми такими намерениями. Как фильм «Сталкер», знаете, когда он шел там с одним желанием, а когда, значит, дошло, нашел этот шар по-стругацким, золотой, то желания оказались совсем другими. Они, кстати, говорят о том, что когда ты приближаешься к горе Кайлас, твое намерение резко меняется. То есть ты уже вообще, вот там было, кстати, недавно я смотрела сюжет, по-моему, это русская была экспедиция, они пошли на Кайлас и дошли до чего-то, до какой-то высоты, и один из них вдруг упал в снег и сказал, я дальше не пойду. Они пытались его понять, поднять, короче, он умер. Они его, я так понимаю, там типа оставили, потому что там холодно, ветер. Они поняли, что он умер, они его почти похоронили, но через несколько дней или через неделю, я не помню точно, английская экспедиция им сообщила, что он ожил. Ну, подумаешь. Притом там не было, там почти нет воздуха, то есть, в смысле, кислорода ему не хватает, там страшнейший холод и ветер, и тем не менее, человек пролежал неделю и ожил. Поэтому, что произошло, во всяком случае, может быть, это для того было, чтобы их остановить, чтобы они дальше не пошли, мы не знаем, по каким. Итак, по расчетам Мулдашева, Кайлас, значит, от расстояния от Кайласа до Северного полюса 666 километров, как я сказала, это является 60 градусов по окружности Земли. И у нас было 4 апокалипсиса. По Блаватской и по разным людям, по другим еще предсказателям, почему были смещались, почему были апокалипсики, потому что было смещение оси Земли. И вот Мулдашев считает, что до того, как Кайлас, до того, как сегодняшний Северный полюс был, Кайлас был Северным полюсом. А, то есть, это с полюса пришло. То есть, это был Северным полюсом. Остров Пасхи находится ровно с другой стороны, ровно на другой стороне, ну, как бы, ровно на противоположной стороне, если Земля круглая. Ну, если да. Ну, это отдельная тема. Ну, мы уже делали эту тему, да. То есть, что именно вот этот последний всемирный потоп, о котором мы знаем из нашей Библии, произошел именно, ну, не то время, которое говорили, да. мы продолжим эту передачу, правильно, потому что очень много, чего я не успела, очень много, может быть, даже еще два раза. Да, обо многом хочется поговорить. А на сегодняшний момент я хотела вам дать просто пожелание. Контролируйте свои мысли и посылайте друг другу любовь. И так же, как мы будем вам ее посылать. Дорогие женщины, приходите сегодня в 7 часов вечера. До свидания. Всего доброго. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Спасибо, Нина.